Я уже ответил на ваши вопросы. Спасибо. Если непонятно, я скажу на русском. Мы не даем интервью фейковым ньюсом. Нам просто было бы важно выяснить, как именно сегодня будет голосовать украинская делегация и как вы относитесь к тому, что Европа попросила вернуть Россию в посетку. Если вам важно выяснить, уберите сначала свои войска с Донбасса, с Крыма, потом будете выяснить. Для того, чтобы войска убрать, их надо сначала ввести на Донбасс. Даже американцы не подтверждают эту информацию. Спросите в родственников ваших погибших солдат. Они вам скажут. Спросите, пожалуйста, у жителей Донбасса, они совсем не хотят. Спасибо всем. Мы лучше вас знаем, что на Донбассе. А как вы будете его реинтегрировать? Я уже вам ответил. Фейковый ньюс, мы на вопросы не отвечаем. Выведите войска, потом будем разговаривать. Спокойно, даже на русском языке. А те самые телеканалы Ньюс 1 и 112 за то, что призывают с Россией мириться, тоже закроют? Уберите оттуда кума Путина и они свободно будут работать. Это то же самое, если бы Гитлер или Геббельс купили газету правды или красная звезда в годы Отечественной войны и ввели свою пропаганту через газету правды и звезда. Берите шанель и делите мою. Вот вы нам предлагаете то же самое, чтобы ваша ФСБшная агентура ввела в Украине политику. Любой человек, который требует вывезти российские войска из Донбасса и Крыма, это человек, который хочет мира. Тот, кто хочет, чтобы войска там стояли, значит не хотят войны. Потому что ваши войска и ваша политика и ваш Путин это кровь, это слезы, это война, это преступление. А свобода слова? Вы же Европа. У вас же есть свобода слова. Видите, вы даже имеете возможность мне задавать вопросы, я вам отвечаю. Вас никто за это не бьет, в тюрьму не сажает. Ваши брехлевые каналы нет нужды смотреть. К сожалению, их много смотрели людей на Донбассе. Именно через вашу брехню сегодня на Донбассе война. Люди зомбированы? Да, потому что вы делаете то, что делает любая пропагандистская машина. То есть вы за деньги. Канал финансируется с федеральным бюджетом? Правильно? Ваш, ваш. Совершенно верно. Вот. Вот вы выполняете государственную политику. Зомбовать, брать и фактически продолжение войны другими способами. Гибридная война. Вы втручаетесь в выборы, когда вы финансируете ЗМИ в Украине, когда вы у нас всегда stehen деньги, когда вы убиваете людей на Донбассе, когда вы окупировали Крим, когда вы закрываете украинские школы, забронетеbernțidid망 дороги на окупованной территории, забронетеograp這種 школы детьми на окупованой территории, чтобы�чить всю мертвое, и больше никогда не приказаться. Заброняете детям на окупованой территории говорить украинской мовы, при том, что формально у вас, же нач и украинские в Криму, одна из наших трех нет. Поэтому я хочу вам сказать, что дядь Гетти, не выводьте меня, иначе для вас заканчивается свободная слова. Дякую. Родная гавань – это Украина. И для Крыма, и для Донбасса. Родная гавань для Крыма – это Россия. Но дело не в этом. Родная гавань для Крыма – это Россия. Я даже перейду на украинский. Вы просто боитесь вызнать правду, потому что, что вы вы знаете, что Крым – это Украина, вас посадят на 5 лет в утюгу. Такое законодательство в России. Матвієнко, передайте вітанье, яка голосовала за ведение войск российских в Украину. Матвієнко, яка родом из Шепетовки. Братские народы. Братские народы. Зря вы так агрессивно относитесь к Россию. Братские народы. Братские народы не убивает своего родного брата. Это не братство. Это не убивали. Поедите на Донбасс. Поедите на Донбасс и посмотрите, что делает ваш братский народ, убивающий наших людей, украинцев, мирных граждан. Два миллиона жителей Украины сегодня переселенцы. Женки, дети, мужчины. Больше десяти тысяч загибших. А жители Донбасса не значит считают, как живут? Когда жители Донбасса, на жаль, моя родня там живет, на купованной территории. Когда жители Донбасса будут меньше смотреть ваши брехливые каналы, они будут знать правду. Что вы такое невежливое? Что с вами происходит? Когда вы говорите про братские... Со мной что происходит? Я просто ненавижу тех, кто убивает моих співгромедян, украинцев. А при этом одягаю маску Лисемера, рассказывая о братских народах. А зачем они люди гражданского войны в Украине? Брат брата не убивает. Это хиба, что Каин там убил, Авеля. Так вот, сейчас вы делаете то же самое. Поэтому братство закончилось, когда вы вели войска и начали убивать наших людей. Путин ваш, как вы считаете, очень великим, я на самом деле считаю очень ограниченный человек. Он взял в то, а он взял в Гитлер. Гитлер пытался поссорить два народа, украинский и русский. И мы это не удалось. Я вижу, что вы отрабатываете достойную зарплату из федерального бюджета, но сравнение Путина с Гитлером не случайно. Гитлер аннексировал Судети, Чехословакия. Путин аннексировал Крим. Тому. Путин сегодня делает то же самое, что делает Гитлер. Кримчане не хотели. Вы им помогли, зеленые мужчины, ваши чопи, которые потом в Солсберге отправляют людей. Крим тоже кримчане. Кримчане – это наши люди. И Крим повернется. Так же, как Курили повернулись до Японии, вот так Крим повернулся в Украину. Забавная вещь. Спасибо за честную позицию. Честный, у вас таких не найдешь. Або сидят, або лежат на кладбище. Як Немцов, як Политковская. Помните, кого убил у вас, что лежит? Нет. Мы их в Украине помним. И всех, кого вы сейчас убиваете, мы тоже помним. Помнимайте, пожалуйста, главное – Одесскую трагедию расследуйте. Не забудьте, а то вы не хотите. 48 человек зажгли и все. И забыли об этом жарко. И за Одесскую трагедию будете отвечать вы. Тоже мы? Абсолютно правильно. Тих, кто организовывался и зло. Что будете делать, если проголосуют сегодня за возвращение России в пассею? Я уже вам ответил, что мы не торгуем принципами на отмену от России. Европа просто, да, предает Украине? Мы сделаем все, чтобы сегодня не встали все. Сияние трагичные помилки. Чтобы Европа не повторяла помилок в начале 20-го столетия. Когда тоже проводили политику умиротворения Гитлера. И отримали войну. Где загинули? Скажите, так много про Гитлера. Спасите Европу. Я поняла ваше точное зрение. Много про Гитлера, потому что новый Гитлер сегодня в Кремле сидит. Продекательная партия Олег Лешко. Как Александр, кто к нам с мечом придет, отвечает, поедет. Вы сегодня пришли к нам с мечом. Друга у вас одна. Або вы уберетесь с чертовой матери. Або вы поедете.